Согласитесь, о том, как будут выглядеть новые «Лады», мы могли худо-бедно догадываться. А вот новая Chevy Niva – это полный сюрприз. GM-овцы разрабатывают новую «Ниву» без участия «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» остался лишь партнером в «Капитале». За инжиниринг теперь отвечает итальянская компания Blue Engineering, они выиграли тендер. А дизайн – собственного GM-овского сочинения. Главным стилистом «Нивы» стал чех Андрей Коромас, который до этого работал в нескольких подразделениях GM по всему свету, а последнее время занят в рамках штаб-квартиры в Китае, где есть собственная дизайн-студия. Коромас выиграл тендер и предложил вот такой проект. Согласитесь, чем-то напоминает «Авео», тем более, что Андрей и есть автор дизайна «Авео». Конечно, огромные внедорожные колеса – в реальную «Ниву» такие не влезут. Шноркель, матовая окраска, бижутерия – это все атрибуты концепт-кара. Ведь настоящая «Нива» появится только в 2016 году. Зато мы уже сейчас можем представить себе, как будет выглядеть машина. Но главное, что она останется честным маленьким внедорожником. Хотя не таким уж маленьким. Судя по концепт-кару, габариты вырастут в длину примерно на 26 мм, чуть больше станет колея и вообще «Нива» подрастет, что обещает простор и седокам, и больше вместимости багажнику. Но главное, что остается прежним – архитектура. Это несущий кузов с продольным расположением силового агрегата. Задний мост неразрезной. В трансмиссии есть понижающая передача, симметричный центральный дифференциал. Под капотом атмосферный бензиновый двигатель. Но передняя подвеска вместо двойных поперечных рычагов получила более современную схему – стойки Макферсон. Открыть дверь не получится. Это сплошная боковина, концептуальные технологии. Оценить интерьер мы можем только взглядом через стекло. В интерьере новой «Нивы» много деталей от нынешних автомобилей «Шевроле». И таким образом два главных вопроса остаются – двигатели. По началу под капотом будет бензиновая четверка объемом 1,8 литра, мощностью порядка 130 лошадиных сил. Это французский мотор «Пежо» и «Си-8», который по лицензии будет выпускать новый моторный завод, который строится неподалеку от Тольятти. Дизель. Ну, джемовцы говорят, что очень хотели бы его, но, похоже, шансов очень мало. Автомат. Та же ситуация. Хотят, но поначалу будет только пятиступенчатая механическая трансмиссия. Ну и главное. Новую «Шеви Ниву» будут выпускать на новом заводе. Вернее, новый завод, который сейчас строится неподалеку от Тольятти, будет делать кузова и отправлять их в существующие цеха автоваза для финальной конвейерной сборки. Потенциальная мощность этого комплекса может достигать 120 тысяч машин в год. Но, конечно, реальную потребность будет определять спрос. А его, в свою очередь, цена. Если нынешняя «Шеви Нива» стоит порядка полумиллиона рублей, а сопоставимый с ней полноприводный «Дастер» с двухлитровым мотором примерно на 200 тысяч дороже, то понятно, что новая «Шеви Нива» окажется где-то в этом промежутке, если даже не чуть-чуть дороже. Но где именно, мы узнаем нескоро. Напомню, что в продажу машина поступит только в 2016 году.